Молдова Россия, Украина и ОБСЕ посредники. Евросоюз и США наблюдатели. Сейчас переговоры на паузе. Последний раз 5 плюс 2 собирался в октябре 19-го. Тогда Молдова сорвала подписание итогового протокола. После встречи планировали, но заседание переносили. Опять же по просьбам Молдовы. А сейчас Кишинев и вовсе хочет изменить правила. Формат переговоров не то что устаревший, уставший. То есть нужна перезагрузка этого формата в первую очередь. Смертный переговор еще никто не дал формату 5 плюс 2. Справку о смерти мы не видели этого формата с дипломатической точки зрения. То есть он существует. Ну может мы должны, по-моему, пересмотреть роль ИС и США в этом формате. Это другой вопрос. Сделать их полноценными участниками? С нашей стороны это было бы хорошо и правильно. Все рассуждения Кишинева на фоне неуклонного движения на запад. На границах Молдовы иностранные военные. В Молдавском парламенте обсуждают поставки летального оружия. Эксперты говорят, в Молдове помимо Вашингтона и Брюсселя важнейшую роль сейчас играет и Бухарест. Молдавия сейчас, это важно, на уровне законов активно пытается создать новую конфигурацию. Там сейчас защищается информационное пространство не от пророссийских элементов, а вообще от нейтральной точки зрения, где ты говоришь о том, что я не хочу, чтобы Румыния поглотила Молдавию. Простите, опять же, происторично скажу, за тобой сразу выйдут. Второй момент очень важный. Там сейчас создаются условия, при котором на территории Молдавии могут оказаться военные контингенты Румынии. То есть они готовят законодательную базу для этого активно. Исходя из этого, конечно, Приднестровье, это, безусловно, наш форпост, это наш миротворческий контингент. Сам прецедент поглощения Румынии Молдавии, на мой взгляд, создает еще большую, ну, собственно, вот этот ящик Пандоры, потому что мы постоянно ссылаемся и абсолютно основательно на прецедент Косова. Но если в случае какой-либо военной провокации Румыния поглотит Молдавию, я сейчас скажу, может быть, завиральную вещь, то мы этот прецедент будем использовать в своих интересах. В Приднестровье же не раз заявляли о готовности вести диалог. Это касается и расследования терактов, в частности, поджога военкомата в Тирасполе, где следы ведут в Кишинев. Заказчик теракта связан с молдавскими силовыми структурами. Поджигатели – граждане Молдовы. Президент Красносельский пригласил молдавских прокуроров приехать в Тирасполе для совместного расследования больше двух недель назад. Наша прокуратура и МИД написали письма, в том числе молдавскому вице-премьеру Серебряну и в ОБСЕ. Сам же Серебрян накануне заявил, в Приднестровье молдавские правоохранители не приедут, мол, в Тирасполь их не пускают. А на письма из Приднестровья никто таки не ответил.